Судя по всему, он очень долго, видите, он не знает, чем ему заняться, чем себя занять. Нудится. Твоя очередь, Витта. Отлично. Джентльмен, это Витта Скалетта. Витта, знай, что наша семья — тайная семья. Ты вступаешь в общество избранных. Для остального мира его просто нет. Отныне наша семья будет значить для тебя больше, чем родня. Бог или Родина. Если я скажу тебе убить твоего брата, ты сделаешь это. Покажи мне, какой палец нажмет на спуск. Повторяй за мной, Витта. Если я предам тайну нашей жизни... Если я предам тайну нашей жизни... Да сгорит душа моя в аду, подобно этому святому. Да сгорит душа моя в аду, подобно этому святому. Амику ностро. Джентльмены, вот наш новый друг. Витта Скалетта. Я очень рад, что эти двое достойных людей теперь с нами. И я рад присутствию наших уважаемых гостей. Особенно Дону Фрэнку Винчи. Вы, наверное, удивитесь, что я снова пошел на риск, проведя почти семь лет за решеткой. Понимаете, там, где я вырос, уважали только тех, у кого хватало духу взять то, что им хочется. Плату за работу будете получать от Эдди. Скажешь что-нибудь, Фрэнк? Никогда, джентльмены, не связывайтесь с наркотиками. Никогда. Это правило. Они приносят много денег, но это грязно. Я слишком долго выполнял чужую грязную работу. И был готов рискнуть чем угодно, чтобы, наконец, стать кем-то. Вот так вот. Стали мы членом нашей семьи. Тайного общества. Мы тачку, вижу, купили. Тут времена идут. Отличные времена. Тачку, вон, прикупили там. Какого-то чувака бьем. Короче, тут вообще все очень классно. Все зашибись. О, дом! Мне купили дом! Да, мне купили дом. Хотя у меня семь штук в кармане. Что мне стоит купить дом? Самому. Одежду новую взяли. Короче, вообще классно. Показывают, что мы просто лучшие. Глава 10. Обслуживание в номер... В номерах, блин, в номерах. Вилла Скалетте, 15 февраля 1951 года. Это мой дом! Вилла Скалетте даже называется. Ну, в смысле, ну да. Как бы... Ну да. Да. Снимите трубку. Кто мне опять звонит? Алло. Классный дом. Алло. Ай, Витал, это Эдди? Да, Эдди, в чем дело? Все, бросай и приезжай к Джо. Да, ладно. А в чем дело? И телефонный разговор. Ладно, сейчас буду. Ну и отлично. По телефону просто прослушка идет. Сколько у нас там бабла? 12 тысяч! Боже! Так, естественно... У нас там особо ничего такого и нет. Давайте просто возьмем кожаную куртку и это все. Мне она больше всех нравится. Ой, туалет. Да, не сюда. Тут же выход. Ой, отлично! Мой гараж есть? Да, вот же и тачка моя стоит, которую я... Разбил. Или нет? Ну, в общем, это мой дом, мой особняк. Очень классно. Вот Вита, помню, говорил, что он мечтает здесь жить. Он помечтал там. Говорил, типа, я. Ну, я мечтаю, я хочу здесь жить. И вот, со временем, он таки реально тут... Ладно, давай, проезжай. Он таки реально тут по... Блин, да ё-моё. Поселился. Он реально поселился здесь. Это не может не радовать. Я рад за главного героя. Но просто я знаю, что... В Википедии читал, что концовка очень печальная. Не знаю, что там такое особого в той концовке. Я просто... Честно, я не играл в мафию до конца. Я её не проходил для себя. Это я первый раз прохожу мафию. Я просто запустил, когда вот... Хотел снять обзор, но... Ютуб запретил мне. Сказал, что там музыка с авторскими правами. И забанил, короче, это видео. Я его удалил. Я обзор не снял. Но поиграл. Вот поэтому... Так и получилось. Такой парадокс. Я знаю мафию. Изначально что-то такое. Что она из себя представляет. Но я не проходил её. А сейчас... Прохожу вместе с вами. На фрапс. На компе без лагов. Разбили фал. Нет, капот. Ты был мне как... Брат прям. Которого у меня нет. В смысле как? Ну, родных нет. Братьев. Да. Почти приехали. Вот оно. Джо. Что там уже затеяли, не знаю. Кстати, тачку мы купили, да? Блин, я ещё и тачку всю сломал. Мы как раз починим. Как только выйдем отсюда. Джо, привет. Джо у нас на втором этаже? Да. Как я помню, Джо на втором этаже. По крайней мере, был. Иду я на них сбитый, а у них такой видок, будто они уже обделались. Доброе утро. О, привет, Вита. Марти, ты чего здесь? Джо сказал, вам помощь нужна. И раз я справился с теми, он сказал, что возьмёт меня опять. Снова возьмёт тебя куда? Тебя там ждут. Я... Ещё поговорим, да. Ага. Да, это же наш Вита. Здрасте, мистер Факон. Здорово, Вита. Садись. Привет всем. Так что случилось? Вита, я слышал, как ты разобрался с Лукой. Молодец. Благодаря тебе у нас есть доказательства того, что за нападением стоял Клементо. До сих пор в открытую мы выступить не могли. Он перерезал себе горло. Он похитил и пытал наших. Это война. Теперь мы можем делать что угодно, и комиссия одобрит. Альберто это знает, и он наверняка захочет ударить первым. Значит, нужно убрать Клементо. Именно. Сегодня у Клементо большая встреча в гостинице Герб Эмпайра. Это верный шанс сразу убрать и его, и всю верхушку. А, ну да, конечно. Заходим средь белого дня в лучшую гостиницу в городе и спокойно кладём толпу вооружённых людей. Я всё правильно излагаю? Не волнуйся. У меня есть план. Чёрт. Джо, убери сейчас. Эдди, не бойся, не рванёт. А вот если тут нажать, то... Ой, бога душу, мать, убери немедленно. Ладно. Маски растерём. Ладно. Дёрганный ты какой-то. Ага. То есть мы средь белого дня зайдём и взорвём лучшую гостиницу в городе. Это не перебор? Не боись. Она не такая уж мощная. Всё здание не снесёт, но в той комнате, где она взорвётся, будет фарш. Как мы узнаем, когда её взорвать? Заберёмся в люльку для мытья окон и отследим их до самого взрыва. С каких пор ты у нас умник? Ладно, ребята, не подведите. Если справитесь, я вас не обижу. Когда закончите, позвоните Эдди по этому номеру. Да, кстати, я закрыл сегодня бар. На случай, если Альберта рыпнется. Ну, удачи, парни. Эй, а пацан в коридоре что делает? Марти, что ли? Ну, он же не член семьи, так что я ему сказал ждать там. Слушай, что он тут вообще делает? А ты как думаешь, пойдёт с нами, потому что нам нужен шофёр на стрёме и прикрытие, если что? Что ты против него имеешь? Я его с малых лет знаю, и он меня выручил с этими уродами. Да, но в этот раз мы не с алкашами воюем. Мы идём мочить самую сильную семью в городе, а ты с собой ребёнка взял. А тебе сколько было, когда ты начинал? Что за стартёрские разговоры? И это, он просто будет сидеть в машине, а потом нас отвезёт, и всё. Он даже не узнает, что мы там делаем. Будет он отлично, а именно это нам сейчас и надо. Ладно, Джо, как скажешь. Но лучше бы ты меня послушал. Это плохая идея. Что ж, идём. Возьмём машину Джо. Поедем в тот отель Герб Эмпайра. Я не знаю, как мы всё это будем делать. Ну так, ээээ, чё там за работа? Такая, о которой тебе лучше не знать, капишь? Хм, ну ладно. Но если что, вдруг пушка у меня с собой. Да ладно, успокойся, Беликит. Ладно, она не понадобится. Поехали. Да, не понадобится пушка. Что-то я чувствую, она ещё как понадобится. Потому что, куда бы мы ни ходили. Кстати, было бы очень интересно узнать, а есть ли здесь броня? Наверняка в мафии броня есть. Сейчас её возьму. Сейчас давайте... Это не сюда, да. Возьмём мою машину. Ладно, я победу. Окей, я просто вооружение сгоняю. Там, возможно, броню можно взять. Просто есть ещё одна ячейка. А, это палево, да. Броню, значит, нельзя брать. Не знаю, в общем, напишите, если я успею прочитать. Хорошо, но я... Опять мне дали такую миссию, на которой я могу тупо взорвать машину с самого начала. И проходить эту миссию, наверное... Раз пять. Раз пять. Да и что? Я аж не врезался ни в кого. Интересно. Это Empire, этот Empire... Как он там называется? Не помню. Гостиница эта. Ну же, ребята, расскажите, а что в гостинице будет, а? Ну же. А ты что, книгу пишешь? Я уже сказал всё, что тебе надо знать. Эй, да я... Ну, мне же просто интересно все эти тайны и... Марти, все эти тайны не просто так. Меньше знаешь, крепче спишь. А будешь и дальше задавать глупые вопросы, в следующий раз не позову. Ладно, ладно, больше никаких вопросов. Да ради бога. Ну вот именно. Ты сейчас вообще ничего не должен знать. Вы что, правда собирались всю гостиницу взрывать? Марти! Ну всё, извините. Только слово мне ещё скажу. Преследую... Я больше не буду, ни слова. Маму! Чёрт. Тут копы появились прям из ниоткуда. А у меня ещё и взрывчатка в машине. Отлично, копы врезались У нас есть шанс оторваться Ну все, вот гостиница Въезд в гараж с другой стороны Может мы сможем? Если будем инкогнито Вот здесь Не, давайте так Встанем вот здесь Сейчас я заверну Вот так вот, чтобы можно было сразу умотать Если вдруг что Вот А ты куда пошел? Ты в машине сидишь? Эй, чувак Ладно, мы с Витой идем внутрь и делаем дело А ты жди нас тут Услышишь большой бабах? Заводи машину Будем отсюда делать ноги, Бронто И пушка тебе реально не нужна Разве что за нами хвост Но это вряд ли Ладно, ладно, я понял, Джо Но на всякий случай возьми пушку Клименты снял весь восемнадцатый этаж Это третий сверху Там пара люксов Конференц-залы И охрана И как мы туда попадем? С черного хода Через прачечную Что, трусы постирать хочешь для начала? Ну да Умник Встреча еще не началась Я же не так припарковал Переоденемся рабочими А потом пойдем Уборочку наверху устроим Серьезно? С каких пор ты у нас умник? Пошел ты! Там внутри нас будет ждать человек со спецовками Пошли И мы не хотим поднимать шум Пока Клименты не приехал Так что не делай глупостей Ха Это разве не моя реплика? Да, это моя реплика Будь здесь! Относительно Всегда на вторых ролях Относительно Джо Это моя реплика Это где Джо говорил Подожди А, ты так откроешь О, черт, закрыто Этот козел должен был открыть ее Теперь будем тут торчать И надеяться, что он объявится Мать! А другого пути нет, что ли? Можешь попробовать А я тут подожду На случай, если этот кретин заявится Вот же ленивая тварь Ну, это Пошли, идиот Все? Идем Ладно Где тебя носит? Все, я понял Вот сюда надо Надо форму их взять И все Где бы раздобыть форму? Главное, что братков Это вообще не смущает Вот здесь наша форма Подождите Как форму взять? Еще минута И ты бы даже на твои похороны не успел Хватит уже Пошли отсюда Ну же Че ты не переодеваешься В форму Все под контролем Пошли, форму заберем Ой А, да Ну давай Как мы будем выглядеть? И да И еще А, и отлично Надень Совсем охренел Так нас не узнают Надевай Да, кстати Класс И как мы теперь будем выглядеть? А ну-ка С усиками Нормально Эй Вы Сюда Что надо? Идиоты Уберите этот бардак Уберите эту дрянь Ну Или кто-то поскользнется И шею сломает Да, хорошо Хорошо Будем убирать Сейчас оно идет Пошли Быстрее Это Это Климента Эй, Ричи Пошли с нами Нет, стоп Это не Климента Это какой-то другой чувак Да, это же Генри Генри, да Да Ладно Пошли наверх Пока он не вернулся Идем Закрывай Или оно само Яс Сто лет Генри не видел Он совсем не изменился Ага Надеюсь, он не успеет вернуться Генри хороший парень Даже если работает на Климента Ну Да, если он вернется Даже не думай об этом Я себя с этими усами идиотом чувствую Да А если мы на знакомых наткнемся Так они нас не узнают Очень, блин, надеюсь Что надо убрать? Сорое, блин, время Где это вас носило? Кто-то что-то разлил в конференц-зале Идем Конференц-зале Да-да-да, просто идите и убирайте Там скоро начинается большая встреча А где Джо? Это значит да Нельзя сюда пройти Тоже нельзя сюда пройти Это команда Черного хода Эти двое тут уберут Беспорядок Беспорядок? Я забыла А-а-а Этот Вы двое, что надо? Сказал же Беспорядок убрать У парней тут Был раньше Он тут Раскользнулся и упал Ударился головой Раз Пять или шесть Круто Так что теперь Тут все в кровище А у нас скоро Начинается совещание Так что Уберите-ка все здесь И побыстрее Чем Сначала убрать А потом уже Эй, успокойся, да? Они долго не проживут Вот и все дела Так Бомба Помоги мне тут Вырезать дыру? Ах, блин Мать вашу Желтый Так, синий Это плюс К плюсу Красный Запал туда Минус синий Тут На крест Готово Окей Самое сложное Позади Ну и отлично Хотя как-то странно вообще Что, они не проверяют комнаты? Отмойте пятна Просто как-то странно Они что, комнаты не осматривают Перед тем, как Заходят? Комнату нужно осмотреть Все до блеска Хоть постараемся Хоть почистим Там, помоем Что-то Не просто ж так Мы Обслуживающий персонал Кажется, все чисто Хорошо Можете убираться Ладно Теперь пошли на крышу Ты так это Потише говори Потому что они все слышали Наверняка Как они могут нас узнать? Это Климента Мы бы его прямо сейчас А вот он Если было чем Ага И нас бы самих свалили Через секунду Пожар идет по плану Почему? Можно было положить их там Всех Ты как-то странно ходишь А быстрее нельзя ходить? Я просто Не хочу так медленно Я не привык к такой физкультуре Зачем тут настроили столько ступенек? А я привык Вита Вита Постой Я кое-что забыл Держи Это тебе Просто на всякий случай Пека Круто Хорошая Кол 19-11 с улучшенным магазином Детый его 23 патрона Так что жрет их быстро И не потеряй Во всем мире таких всего два Не за что Ладно Пошли уже к люльке Давай пора Сейчас будет небольшой бум Уберем этого Ой, блин Ладно, пошли сюда Ну конечно Они контролируют все Может они уйдут? Нет, фиг Не уйдут Найдите люльку Для мытья окон Эй, ты какого черта тут делаешь? Проваливай Черт Да, нужно было все-таки сразу А тише ты не пались Главное, что никто не слышит этих выстрелов Вообще Все так беспалевно Прикрой меня, Вита Попытаюсь Подожди ХП восстановится Да он еще жив Капец Он выжил и расстрелял меня Все Дохнуть я больше не буду Чтобы не попадаться над глазокопом Используйте укрытие Это ясно Сейчас мы нормально выйдем Профессионально Эй, ты какого черта тут делаешь? Проваливай Черт, у них бушки Вита Началась Как-то вы поздно среагировали, братки Я уже тут поснимал вас Столько Сразу расхотелось С тобой совиться И последний Все Там еще А, там еще они Прикрой меня, Вита